Ну что вам сказать, друзья? Ситуация на фронте тяжёлая, хотя, с другой стороны, когда она была простая? И вот, хочешь не хочешь, но приходится лицезреть довольные хлебальца-скрипоносцев. Мы продвигаемся вперёд. Мы продолжаем создавать вокруг новых территорий зону безопасности. Это уже настоящий парад российских флагов на Покровском тактическом участке. За неделю бойцы нашей группировки «Центр» освободили Сверидоновку, Артёмова, Желанное и Неживое. Работаем, братья! Слава России! Но здесь очень важно понимать, что у России всё не настолько хорошо, как они хотят показать. Ведь они сколько угодно могут убеждать себя и глубинный народ, мол, Курская область – это показуха ради картинки. Они попали в Цуцванг, и ничего, кроме этой картинки, у тебя не будет, потому что с военной точки зрения эта операция – это в чистом виде безумие. Оказавшиеся под ударами мирные люди – это та картинка, которую создаёт Киев, играя в политику впечатлений. И его игра стоит жизней. Но по факту населённые пункты там Россия теряет, если не каждый день, то около того. Да что там, даже пропагандисты признают, что силы обороны Украины расширяют плацдарм и выдавливают оккупантов сразу на нескольких направлениях. В Курской области со вчерашнего дня украинские формирования предприняли серию атак в Коренёвском районе и смогли расширить зону контроля на нескольких участках. В Глушковском районе продолжаются удары беспилотников противника. Атакам дронов подверглись подстанция на окраине Глушкова и бронетехника ВСРФ в селе Ржаво. В Коренёвском районе противник некоторое время назад пытался продвинуться вдоль реки Бляховец, оккупировав Гордеевку и внезапное. Теперь же под контроль ВСУ перешли Бяхово и Викторовка, оставшаяся глубоко в тылу ВСУ деревня Успеновка, чей статус был неясен, теперь, очевидно, захвачена противником. И паника в отдельных студиях сменяется неконтролируемой ненавистью. Убогие уже и за украинский флаг собрались всех уничтожить. Те же самые чувства в нас должна вызывать вся символика украинского государства. Это бесчеловечная система. Это те же самые немецкие фашисты. И мы, и наши дети их воспринимаем и должны воспринимать как смертельных врагов, подлежащих уничтожению. Ох, какие опасные уничтожители. Вот только уничтожалка у них еще не выросла. А то стоило российским оккупантам в кои-то веки более-менее серьезно продвинуться на одном из направлений, как пропагандисты прямо раздухарились. Перья петушиные распустили. Такие победители, что мама не горюй. Наш выход на Покровск. Это логистическая катастрофа ВСУ в Константиновке, Краматорске и Славянске. Будут отрезаны важнейшие пути снабжения трех украинских гарнизонов. Нельзя исключать, что успехи на Покровском направлении могут вынудить вооруженные силы Украины к тому, чтобы оставить Курскую область без боя. Дошло до того, что мужик Скобеева и даже табличку Нью-Йорк в студию притащил. Вот он, обгоревший, в копоти войны, простреленный в нескольких местах следы от пули и осколков, дорожный знак, три года простоявший на въезде в Новгородское. Оно и понятно, приходится выкручиваться, когда в десятках населенных пунктов твоей родины уже украинская армия дорожные знаки исправляет. Все хорошо, нормально. И как здесь не вспомнить, убогий пропагандистский ролик с табличками сразу после захвата Авдеевки. Ну что там много еще? Много. Но работу доделать надо. Там во время его показа уропатриоты сеансы коллективного ликования устраивали. Надо доделать. И даже в самых страшных кошмарах они и подумать не могли, что в скором времени табличка ПАД в российских городах начнется. А теперь для них это реальность. И вот уже среди, казалось бы, бесконечной бравады... Самое главное, ключевое. Мы начали выдавливать ВСУ. Площадь оккупированной территории уменьшается. Начинают звучать пока еще робкие, но полные тревоги голоса. Мол, всех мы, конечно, громим и побеждаем. Но как бы так ни случилось, что и Курчатов тю-тю. Ну что они захватят Курчатовскую АЭС? Что они нам продиктуют? Мы можем разбить три станции у них ракетами и будем квиты в этой ситуации. Да и в Брянской и Белгородской областях города интересующие Украину имеются. В маневренной войне превосходство на стороне противника. У ВСУ наверняка есть еще резервы. Они долго готовили резервы. Они могут начать наступление в Брянской области. Между прочим, на участке Брянской границы все неспокойно сейчас. Точно так же и Белгородская область. Там тоже все очень неспокойно. То есть, что бы там ни визжали крикуны, а осадочек от Курской операции в головах остался-то. Да и самолюбие оказалось изрядно задето. Причем здесь важно отметить, бомбит у Скрипоносов еще и от того, что лишь единицы из типа союзников России осудили перенос войны на российскую территорию. Могучая Сирия, богатейшая Северная Корея. Да вот, собственно, и все кажется. На этом фоне приезд премьер-министра Индии в Киев вызвал у зет-патриотов массовые инсульты пятых точек. Как же так? Ведущая страна Брикс и с фашистами обнимается. Короче, так запели и шаки, что любо-дорого смотреть. Визит лидера Индии сегодня на Украину на фоне того, что творит Украина в Курской области. Достаточно странное мероприятие. Действительно, это проблема. И Моди, на мой взгляд, Моди зря поехал в Киев. Возможно, он вообще поехал по инерции. Может быть, по этому поводу были какие-то договоренности до изменения ситуации. Я имею в виду, так сказать, Курскую область. И да, пока еще рано говорить о результате этого визита. Понятно, что Индия в один момент не стала нашим союзником или большим другом. Важно другое. Это был первый за всю историю независимой Украины визит. И он множит на ноль многомесячные труды российских пропагандистов. Например, о просроченном сроке и нелегитимности президента Украины. Зеленский, вот, Володя, стал просроченным президентом. Безусловно, просроченным. Что бы там ни говорили. Ну, явно очевидные факты отрицать невозможно. Ну, вот в Украине пытаются отмыть зеленого кобеля. Вот ноют его там, пытаются ему... Да и кобель-то не очень. Ну, да, такой, знаете, зачуханный, я скажу, в народе. Да, так вот, пытаются всю вот эту легитимность и так далее придать ему, но нелегитимный, очевидный. То есть кукарекали, старались, грозно трясли кулачками. Да, у Зеленского, конечно, нет легитимности, совершенно очевидно. Запад уделял внимание этому форуму в Швейцарии именно для того, чтобы как бы ему создать де-факто легитимность. Если де-юре нет, создать де-факто. Вот если приехали, значит признали. А теперь приезжает в Украину топовый союзник и просто вытирает ноги о все подобные тексты. И пропагандистам придется с этим мириться. Как придется мириться и с другими пропагандистскими мифами, например, о невероятной, просто сокрушительной силе российских ракетных ударов, которые вот-вот поставят Украину на колени. Произошла очень массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины. Было зафиксировано 65 прилетов по энергетической инфраструктуре. И география очень широкая. Это будет самая черная зима на Украине. В этом ни у кого нет сомнений. Да, ситуация с энергетикой, безусловно, крайне тяжелая. С этим глупо спорить. Но правда в том, что в такой реальности украинцы живут с первых чисел октября 2022 года. И свои влажные хотелки... Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. Мое заветное желание, честно, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества, кроме того, которое работает от бензиновых дизельных электрогенераторов. Враг за все это время реализовать не смог. Вот и на этот раз прошла буквально пара дней после очередного массированного ракетного удара, как визги радости и счастья куда-то пропали. Как же так? Россия же столько денег и сил потратила, негодовали зет-патриоты. А обещанного блэкаута как не было, так и нет. Сказать, что прям катастрофа произошла, очень серьезная ситуация в энергетике, но по-прежнему еще не катастрофа. Потому что атомные станции работают, электроэнергия подается. Пока еще веерные отключения, не перешли веерные включения, блэкаута нет. Более того, сразу же после прилета в 26 августа военно-политическое руководство Украины передало пламенный приветик россиянам. Мол, ждите, ответочка будет скоро. И знаете, действительно быстро получилось. Ведь не успел глубинный народ порадоваться удару по киевской ГЭС. Мы эту работу сегодня начали. Ее надо продолжать с той же эффективностью и столь же энергично. Это объективный закон войны. Мы уничтожаем военную инфраструктуру противника. Это законная военная цель в этой операции. Из всех точек, которые были выбраны для ночного удара нынешнего, наиболее болезненным для Украины является киевская ГЭС. Как неожиданно загорелась ГЭС, но уже рязанская. Был хлопок, блядь. И вот сейчас... Горит, что-то. Да, горит, что-то въебало, короче, на ГЭСе. Заебал, был хлопок. А еще загорелись нефтяные и энергетические объекты сразу в нескольких тыловых областях России. Мало этим додиком было пролетарско. Ну что ж, пусть встречают свежее фаер-шоу. Явный прилет по нефтебазе. Охренеть. Причем отдельные прилеты радуют глаз не только конечным результатом, но и расстоянием от границ Украины. Скажем, да, демилитаризованные на днях нефтебазы в Кировской области аж 1400 километров. Падаем! Ложите! Ложи! Ложите! Ложите! Второй трон в пиздец. И жирных объектов на таком расстоянии в России куда больше, чем в Украине. То есть вот вам спойлер. Пройдет не так много времени, и в конечном итоге россияне сами будут не рады, что 26 августа вновь открыли ящик Пандоры. Вскрытие покажет, готова ли Украина пройти этот осенне-зимний период или нет. Но на самом деле о том, что будут очень серьезные сложности, это будет самая черная зима на Украине, в этом ни у кого нет сомнений. При этом нужно понимать очень важную деталь. С каждым днем возможности ответки у сил обороны Украины растут. Знал бы Путин, чем обернется заявленная им демилитаризация. И пока мы радуемся развитию украинского ВПК в плане дронов, летающих даже в Заполярье, на подходе уже свои ракеты, в том числе и баллистические. Украина створила и нещодавно успешно выпробовала власную баллистичную ракету. Про это заявил президент Украины Володимир Зеленский. Я с этим приветствую наш оборонно-промисловый комплекс, сказал Зеленский. И мы не будем раньше времени рвать волосы на груди, но все же отметим. Своя украинская баллистика может очень серьезно повлиять на боевые действия. Прежде всего потому, что теперь Украина может не спрашивать разрешение у партнеров, а можно ли пульнуть по тому или иному аэродрому, чтобы в ответ услышать отказ и поднадоевшие рассказы об эскалации. И главный тезис. На стороне русских сейчас эскалационное доминирование из-за сдержанности Запада в поставках оружия и запретов его применять вглубь их территории. Хватит бояться русской ядерной бомбы, давайте дадим Украине решающее оружие для победы и создадим русским неприемлемые угрозы. Теперь же, если все будет хорошо, мы сами будем выбирать, когда, как и где накрывать авиацию оккупантов. Ту самую авиацию, которая, как показала история в Мариновке, даже от медленно летящих дронов не успевает сбежать. Все, нахуй, пи*** ему, нахуй. С полтретьего, как начали его еб***ть, все горит, бля, все в дыму, бля. Все взрывается, бля, все октябрьскому аэродрому, бля, пришла пи***а, бля. В случае же ударов баллистическими ракетами, авиация просто-напросто не успеет подняться в воздух. А кроме этого будет происходить некислая детонация КАБов и ФАБов, что мы с вами уже наблюдали в Липецке. Твою мать! Ну а дальше Путин с Белоусовым окажется перед выбором либо отводить тактическую авиацию вглубь России и существенно ослабить поддержку сухопутных сил с воздуха, либо терять самолеты в промышленных масштабах. Оба варианта, как вы понимаете, Кремль не порадует. Того, гляди, к какому-нибудь реальному конфликту с НАТО, можно и с голой жопой подойти. Но это пока так, теория. А на практике все непросто. И угрозы растут как никогда. Поэтому, чтобы не возвращаться в начало 2022 года, давайте отбрасывать личные дела и как в первые месяцы большой войны помогать армии. Ведь не зря говорят, кто не хочет помогать своей армии, будет кормить чужую. Все будет Украина, друзья. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!